Всем привет! Мне не выкроить время, как всегда, записать разговорное видео, но я попытаюсь сделать это на ходу немножечко. Итак, я обещала видео о том, чем отличается парнас от парголова. С точки зрения проживания, с точки зрения цен на недвижимость, с точки зрения удобства мамы и детей, или, если хотите, могу даже сделать срез про молодёжь или другую категорию. Итак, всё неоднозначно. Парнас прекрасен, если у вас удобная работа на парнасе, и если вы получили место в детском саду, или ваш ребёнок ходит в садик, в школу. Если же ваш маршрут пролегает в часы пик, как положено ехать в садик или в школу, или на работу утром и вечером, то... Капюшон шелестит, думаю, кто-то сзади, что ли. То всё не так здорово. Выехать оттуда на автобусе затруднительно, в смысле, затруднительно сесть в автобус вообще, потому что в него не помещаешься, пропускаешь 2-3 автобуса, берёшь штурмом. А в метро также в часть пик сесть практически невозможно, тебя могут раздавить. И на машине ты выезжаешь в огромных пробках, если твоё время выезда 8-9 утра. Если вы в состоянии выезжать до 7.30, то вы проезжаете до пробок. Выездов с парнаса на данный момент 3. Это проспект Энгельса в обе стороны, загород, накат и в сторону просвещения. И появился ещё один выезд по Заречной улице на Выборгское шоссе. Опять же, в две стороны. По Выборгскому шоссе загород и по Выборгскому шоссе в город на просвещение Озерки. Три выезда – это лучше, чем было, но, к сожалению, ситуация не разрешилась, поскольку появился ещё один квартал, называется 21-й век или 21-й квартал. Что-то я путаю, наверное, с клиникой медицинской. 21-й квартал, который заселился. Там такие же высокие 27-8-этажные дома. Там у всех людей автомобили. Практически у всех на парнасе автомобили. И этот квартал добавил ещё пробок. В детский сад на парнасе попасть нельзя, если ты не льготник. Если ты льготник, есть шансы, но нет гарантии всё равно, потому что льготников много. На парнасе есть два дома, социальное жильё, практически целые дома. И там у многих льгота по садику. В школу также я встречала детей в автобусах, которые не получили места в школе на парнасе, а ездили на просвещение. Это что касается образования, ну такого, бесплатного будем говорить. Что касается платного образования, сразу же, да, минус и плюс. На парнасе практически в каждом доме есть частный детский сад. Практически в каждом доме есть развивашки. Всё, что угодно. Музыка, гимнастика, театралка. Я не знаю, перечисляйте, что хотите. Там есть всё. Робототехника, ну, я не знаю, английский, просто какие-то развивающие игры. Лепка, рисование. Всё, что хотите, есть на парнасе, пожалуйста. Дошкольное образование платное представлено в широчайшем просто ассортименте. Или если вы дошкольный педагог, то для вас всегда будет работа частным образом. Пожалуйста, детей на парнасе очень и очень много. Далее. Давайте теперь поговорим про парголово в этом же срезе. Про дошкольное образование и школьное. В парголово я пока не могу вам сказать, можно ли попасть в детский сад легко. Но что-то мне подсказывает, что нельзя, поскольку в парголово один детский сад. У него две площадки, но номер один детского сада. Здесь много домов. Здесь дома по 12-14 этажей. Их штук, наверное, 10-12. И просто обычные дома 5-10 этажей есть. Также есть огромное количество коттеджей. Это поселковая часть парголова, тоже относящаяся к этому детскому саду. Можно предположить, что сюда попасть нельзя. Мы встали сейчас в очередь по переводу. Мы сейчас в льготной очереди находимся. Кстати, если у кого-то есть связи в комитете по образованию на Новороссийской, в отделе дошкольного образования, я буду вам премного благодарна, если вы меня свяжетесь с человеком. Поскольку у нас очень-очень странная ситуация с документами. Мы сейчас льготники. А на момент подтверждения льготы в феврале, как будто бы мы выйдем из этой льготной очереди. Итак, тут один садик. На данный момент здесь есть одна школа прямо в Парголова и одна школа на Выборгском шоссе, ближе к Шуваловскому парку. Само собой, разумеется, по нашему законодательству ребенок попадает в школу или в эту, или в ту. Но, кстати, на Парнасе это и нарушается. Я надеюсь, что здесь со школами в порядке все. Это мои иллюзии. Инфраструктура. Давайте посмотрим, что есть на Парнасе. Практически в каждом доме на Парнасе есть продуктовый магазин. Нет, не практически, ребята. В каждом доме есть продуктовый магазин. Я не беру сейчас 21-й квартал, который заселился год назад. И там мало еще этих магазинов. Действительно, мало. Не беру 21-й квартал. До него улица Михаила Дудина, улица Заречная, Федора Абрамова, Николая Рубцова. В каждом доме есть кафе. И не одно. Есть суши, есть пицца, есть пекарни, есть вот отдельно блинные... А, есть Теремок Блинная уже есть теперь. На Парнасе есть два торговых центра. В Парголово. Никаких кафе нет. Я имею в виду тот райончик, где улица 1-го мая, Тихоокеанская, вот эти улицы. Здесь есть одна шаверма. Вторая есть в Лаке, кстати. Одна шаверма в доме. И здесь я видела две пекарни. Я видела одно заведение по типу кафе, кулинарии. Вот. И даже мы там что-то купили. Ну, как будто бы можно кафе рассматривать. Как кафе. Там есть столики, можно посидеть. Ну, там нету официантки, ты сам берешь себе заказ. То есть ресторана в Парголово нету. Дальше. Что есть на Парнасе? На Парнасе есть Сбербанк, два отделения. Соответственно, в нем есть банкомат. На Парнасе есть два торговых центра, в которых находятся также банкоматы других банков. В Парголово нет Сбербанка. И нет ни одного банкомата, ни одного банка, ни одного банкомата с любым каким-то названием. Нету, ребят. Я не знаю, как такое возможно. С инфраструктурой здесь все плохо. Покупайте жилье в Парголово, значит, вы сразу должны иметь машину и куда-то ехать на этой машине. Хоть куда. Хоть Сбербанк, хоть вам нужно банкомат, хоть вам нужно что угодно, вам нужно ехать. Здесь ничего нет. На Парнасе есть нотариус. Причем, если 8 лет назад нотариусов не было, то сейчас их несколько раз, 2-3 нотариуса, я знаю точно. Соответственно, раз я вам сказала слово торговый центр, то на Парнасе есть все, что есть в торговых центрах. Большой гипермаркет, ну там парикмахерский, я не знаю, все что угодно вы можете найти в торговом центре. Ксерокопии, какие-то бытовые услуги, что-то починить, ателье, или детские секции, пожалуйста, в торговых центрах есть. На Парнасе, я забыла сказать про спорт отдельно, для школьников и для дошкольников, есть спортивные секции, есть, хочется саму себя перебивать, постараюсь этого не делать, есть каратэ, балет, хореография, я не знаю, йога, на каких-то лентах летают, гимнастика какая-то, забыла, как это называется, йога, флай, что-то такое. Вот, и хочется сказать про футбол отдельно, на Парнасе есть огромный натянутый шатер, в котором есть, кажется, 8 или 10 футбольных клубов, ну, мы ходили в футболику, это самый дорогой клуб, нам подходило расписание, к сожалению, только его, и есть множество других, которые занимаются, на этом футбольном поле, оно гигантских размеров, одновременно занимается, несколько групп детей, от нескольких футбольных клубов, то есть, со спортом, тоже на Парнасе, все прекрасно, а в Парголова нету, конечно же, футбола, здесь нету, особо так, развивашек, я уже осмотрела несколько домов, в них нету, поискала по интернету, один развивающий клуб я нашла с английским языком, я в него обязательно схожу, для дошкольников, и там есть подготовка к школе, схожу, больше особо-то не вижу, видела два частных детских сада, но не так, что прямо их тут, вот прямо много, вот на Парнасе их прямо много, чем плохо Парнас, вот там все есть, но там переизбыток людей, там нельзя пройти по тротуару, если ты ведешь двух детей за руки, вас просто сметут, эти дети, их будут толкать, пихать в сумки, случайно все это, извиняться, невозможно пройти по тротуару, здесь никого нет, смотрите, где я сейчас грею машину, вот так всегда выглядит этот двор, здесь в принципе нет людей, то есть если мы вышли гулять, мы вышли одни, чудеса, где все, не знаю пока что, на Парнасе медицина, на Парнасе есть так называемый полис, о мы полис, что-то врачи полис, что-то такое, есть два отделения взрослых и одно отделение детское, там есть врачи всевозможные, это бесплатно, и также есть поликлиника номер 71, филиал, основная поликлиника находится на проспекте Энгельса, то есть все врачи есть, конечно же есть сложности с записью, и все как и во всем городе, но там все есть, чего нету на Парнасе, нету рентгена, УЗИ, вот МРТ, вот такого вот бесплатного нету, это надо ехать как раз на Энгельсе, или у взрослых, у взрослых, кстати, есть, да, у взрослых есть УЗИ, есть рентген, рентгена нет, рентген вас отправят в осиновую рощу, я уже знаю, или в другую поликлинику, в любом случае бесплатно вас отправят, с медициной на Парнасе стало неплохо, 8 лет назад там было плохо, там не было детской поликлиники, мы ездили на автобусе с коляской, с грудничком, с грудничкой, за несколько остановок, на Парнасе автобусы, как и во всем городе уже, голубенькие, с удобным заездом для колясок, хоть детских, хоть инвалидных, что с медициной в Парголово, здесь есть одна взрослая поликлиника, мне говорят, что в ней есть все врачи, сказала врач, которая на дом ходит, здесь считается, что есть детская поликлиника, это вранье, больше того, я видела в объявлениях, недвижимости, я интересуюсь недвижимостью, я видела объявление, продается квартира, тратата, детская поликлиника прямо в доме, ну ё-моё, вот зачем такое писать, не верьте ничему, что написано в объявлении, всегда проверяйте, да, там есть детская поликлиника, у нее даже номер есть, вы туда войдете, там есть регистратура и врач-педиатр, все, все остальные врачи находятся на Симонова, то есть туда надо ехать, какое сообщение, здесь один единственный автобус в Парголово, 397, он едет 30 или 40 минут до метро просвещения, почему так долго, на автомобиле можно доехать за 12 минут, потому что он объезжает вот ту территорию Парголова, где коттеджи и деревянные маленькие домики, то есть так смотрит, а, он нам помогал с коляской, я поняла, а я не здороваюсь, неуверенно кивнула, а он меня углядел в машине, короче говоря, один автобус, он ходит раз в 10 минут, он очень долго идет, если у вас есть время, посмотреть в окно, подумать, почитать, если вы настроитесь, то вы можете пользоваться этим автобусом, по обычным тарифам Санкт-Петербурга, если нет, я вижу часто, тут стоят люди с телефончиком, и ловят, ну, вызывают такси, ждут такси, либо на машине, здесь есть переезд, о котором все говорят, что это как долго, мне нравится стоять на переезде, я не вижу проблемы 5 минут постоять, что вам еще рассказать про Парнас, я устала от Парнаса, если вы там будете работать, если вы одинокий человек, ну, в смысле не одинокий, в смысле без жены или мужа, если у вас нет детей, вы там работаете, например, дистанционно, то там прекрасное жилье, оно чистое, новое, там всегда, чистота во дворах, подъездах, лифтах, везде стоят камеры, там все повернулись на чистоте, там есть группа Парнас Сити, там есть форум, вы знаете, если вы реально поставите мусор на улице где-то, вас сфотографируют и выложат, скорее всего, еще увеличат и будут вас обсуждать, если вы запарковали машину не так, вам это тут же прилетит, радуйтесь, если ее просто не поцарапают, а если просто сфотографируют, то есть на Парнасе есть порядок, из-за того, что много людей, там есть порядок, его поддерживают, там достаточно много пивных точек, практически в каждом доме, и около каждого дома, там стоят алкоголики, но не надо думать, что их много, их 2-3 человека, на дом из 28 этажей, 9 подъездов, поверьте, это не очень много, съездите, пожалуйста, в центр города, посмотрите, что там, съездите, не знаю, на удельную, где выходишь, вообще нет людей, а вот алкаши шатаются, страшно, так что, есть там пивные точки, да, на Парнасе есть очень много доставки, да, в Парголова нет доставки, которые мы привыкли, есть выборочно какие-то услуги по доставкам, но не все, что хочется, самоката нет, сушевок сейчас открылся, вот прям вот 3 месяца назад открылся сушевок, представляете, и так, для меня огромный плюс Парголова, что здесь мало людей, здесь нет инфраструктуры, и я реально еду домой отдыхать, вы знаете, господи, я которое видео уже реву, ну я так реву тихо, я еду домой, и я хочу ехать домой, я не хотела ехать домой на Парнас, мы вот с Марселем, когда начинали жить, с папой моих детишек, он всегда говорил в первый год, я хочу домой, я хочу домой, сиськи, я хочу домой, и мы ехали домой, потому что он хотел домой, я сильно не хотела домой, я люблю, когда мелькает картинка, я люблю бывать в гостях, путешествовать и так далее, мне нужно разнообразие, он всегда хотел домой, я этого не понимала, я не хотела домой, когда мы жили с Темой, я тоже не хотела домой. Я брала Тёму, мы тащились в торговый центр, мы путешествовали по Европе, мне не надо было домой. Может быть, я такая старая стала, если что, мне 46, а в конце этого года мне будет 47. Да что там за волосина-то, Господи, это не невроз, это волосина непослушная. Сейчас пора в садик я. Когда мы... Так-так-так. Может быть, это старость, потому что я хочу домой. Я забираю детей из садика, и вот этот шум, гамма, просвещение, метро, машины, я еду сюда, и здесь тихо и хорошо, и прекрасно. У нас огромная квартира, в которой тихо. Обычно дом это какое-то уютное маленькое гнездышко, а у нас не так. У нас вообще круто очень получилось. Здесь очень низкие цены на жильё, очень низкие цены. Посмотрите, квартиры в Парголово, здесь есть квартиры без отделки, они вообще дешёвые, вообще. Именно потому, что нет инфраструктуры, и многим людям это неудобно. Полиции тут тоже нет. Полиция ближайшая далеко в Парголово, в этом... В Шуваловском парке. В парке. А, ребят, здесь нет паспортного стола. Вы такое видели? Короче, мы ездили прописываться с Тёмой, а это отдельная история. В следующем видео я вам расскажу. А то сейчас ещё растяну на 10 минут. Да, здесь нет паспортного стола. Но удивительнее ничего... Я не могла себе такое представить. Здесь есть почта, которая работает до 17.00. Но что нету где-то паспортного стола в каком-то микрорайоне, это странно. Это правда странно. Никто не хочет выделить помещение под паспором. Так вот, чё плачут-то? Я хочу ехать домой. Мне тут нравится, потому что тут тишина. Тут всегда есть место для машины во дворе перед самым подъездом. И сюда хочется возвращаться. Короче, если вы устали от суеты, вам впаргало. Если вы хотите, чтобы в вашем доме, в доме, в котором я жила на Парнасе, было Невская оптика, Пицца-хат, сейчас закрылась, стал теремок, ателье, прачечная, Дикси, барбершоп, мужские стрижки, обычная парикмахерская, цветы, 24 часа, Вайлдборис, Яндекс-доставка, эти боксы такие, игрушечный магазин с одеждой, с детской. Хорошо. Теперь давайте возьмём другой дом, например, в котором мы жили до этого, 6 лет назад. Это самый большой дом в Петербурге, там 3900 квартир. 3900 квартир в доме Фёдора Абрамова, 8. Что там есть? Ну, там не одни суши, там несколько суши. Там есть нотариус на данный момент, там есть пекарня, там есть улыбка радуги, это косметик, там есть магазин по типу магнита, дешёвый какой-то, продуктовый, там есть пивнушка, парикмахерская, там есть дом быта, кстати, в Парголове дом быта пока не нашла, где всё чинят. Там есть фитнес-хаус в том доме, там есть какой-то типа фикс-прайс, они в подвальчике что-то дешёвые, низкие цены, там есть овощной ларёк, узбекский ларёк, это всё притык к домику, там есть ларёк с телефонами, там был медицинский центр платный, который мы посещали до годика Данинова, а что там я пообещала в следующем видео про паспорт месту, я не знаю, что сейчас вам сказать, я что пропущу, там в каждом подъезде есть аппарат, в котором ты покупаешь напитки и сладости задорого, если хочешь, там есть 24 часа однозначно, там была развивающая, развивайка была, песочница называлась, очень крутое место закрылось, там мамы как клуб, тусовались с малышками, пили чай, малышки играли, очень было круто, так, знаете, как игровая, только со взрослыми, с чаем, с печенюшками, очень круто, господи, я не знаю, что ещё сказать, я сейчас пытаюсь вспомнить весь этот дом, там было всё, ребят, если вам нужна инфраструктура, дешёвое жильё, вам не нужен детский сад и школа, то напарнас, там просто круто, но ещё более дешёвое жильё, наверное, где-то за городом, но об этом я не знаю, наверняка, я всё-таки в черте города, всех люблю, всех целую, спасибо, что дослушали до конца, я не растянула это на 40 минут, и то хорошо, не забудьте поставить лайк, переслать другу, если вы хотите сравнить парнас и паргола, а что я должна сказать, что сейчас январь 2023 года, вот, чтобы это было актуально, пока-пока. Кажется, я забыла сказать, в чём прикол, здесь же тоже нету садиков, да, то есть тоже проблема с садиками здесь, нет пробок, чтобы поехать в те садики, в которые ездят все с парнаса, пока нет пробок, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok